Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе в центре внимания. Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналы. Парламент Кыргызстана утвердил новый состав правительства. 5 ноября его возглавил Тимир Сариев, а 11 из 16 министров из предыдущего правительства остались на своих местах. Персональный состав утвержденного правительства не подвергся сильным изменениям. На посту премьер-министра остался Тимир Сариев, который руководил Кабмином в течение пяти месяцев до выборов. Переизбрание Сариева эксперты еще до назначения прогнозировали. Объясняя, что в период глобального кризиса стране нужен хороший экономист. Напомним, что Сариев был заместителем председателя временного правительства и с 2011 года был министром экономики и антимонопольной политики. Пост премьер-министра – это не только пост управленца, но и политическая должность. Премьер-министр должен обладать известностью и должен обладать авторитетом не только среди населения, но и среди политиков, поскольку ему придется непосредственно работать с фракциями, с парламентом. И он должен обладать, естественно, достаточным опытом, компетентностью, чтобы расширить задачи, которые ставятся перед ними. Вот таким кандидатом является кандидатура Сариева. Говорит лидер фракции Атамикен Эмирбек Тикибаев. Главе Кабмина и в этот раз дана возможность самому собрать свою команду. Соответственно, ответственность за каждого члена правительства премьер несет сам. «Всю ответственность по персональному составу нового правительства я беру на себя. Мы постарались не менять состав правительства кардинально, потому что новому министру понадобится время на изучение дела, а времени у нас нет». Заявил новоизбранный премьер на заседании парламента. На этот раз поменялись только главы двух министерств. Министром сельского хозяйства по квоте фракции «Юнегу прогресс» Турданазир Бигбоев. Он в 2009 году был первым заместителем губернатора Джалабадской области после вице-мэром города. С его приходом ожидается изменение в министерстве. И в первую очередь это связывает не с его профессионализмом, а с программой фракции «Юнегу прогресс». «Он пришел по квоте партии «Юнегу прогресс», а эта партия, как известно, шла на выборы с достаточно такой активной позицией по улучшению ситуации в сельском хозяйстве. Здесь надо посмотреть, насколько вот это слова «Юнегу прогресс» и обещания по улучшению ситуации в сельском хозяйстве действительно будет отвечать их кадровому потенциалу». Говорит политолог Игорь Шестаков. А новоизбранный главный экономист страны Арзбек Ходжёшев – не новый кадр для правительства. Поднимался он по карьерной лестнице, начиная с 1996 года, ведущим специалистом бюджетного управления Министерства финансов. Через 9 лет стал заместителем министра. Кстати, на этой должности он проработал более 8 лет. «Что касается Министерства экономики, который достался квотик Кыргызстантов, это менеджер, который уже достаточно давно работает в системе госоставления. То есть это не новое лицо в составе исполнительной власти. Далеко не новое лицо. В целом, я думаю, что в Министерстве экономики должен был быть человек, который пришел бы туда со своей программой». Добавил политолог. Программы у министра экономики Арзбека Ходжёшева по развитию отрасли пока не имеется. Он намерен продолжить все начинания своих предшественников. Чиновник уверен, что с помощью главы Кабмина, который ранее руководил данным ведомством, удастся минимизировать влияние кризиса на экономику страны. «Я еще не начинал, не ознакомливался полностью с этой текущей ситуацией. Сейчас на руках у меня нет материалов, поэтому я не могу определенно что-то сказать. Но хочу сказать, что, в принципе, Тимир Армайович, он сам министр экономики был. Он очень хорошо знает экономику и текущую ситуацию. Я думаю, мы будем принимать все наши меры, чтобы кризис был минимизирован в нашей стране». Уверяет Арзбек Ходжёшев. Отметим, что он пришел на место Олега Панкратова, который назначен вице-премьер-министром по экономическому блоку. А решать социальные вопросы поручена вице-премьеру Гульмире Кудайбердиевой. Она ранее заведовала отделом социальной политики аппарата президента. По ее мнению, опыт более четырех лет на госслужбе поможет ей в работе. «Однозначно, что социальная сфера, наверное, это такой достаточно серьезный и достаточно ответственный участок вообще всей работы, всей работы в целом. Но я думаю, что приобретенный мной опыт за три с половиной года в аппарате президента, конечно, окажет огромную поддержку в дальнейшей работе. Потому что здесь мы занимались практически, работали с стратегическими документами, анализом текущей ситуации в социальной сфере. Поэтому я думаю, что он, конечно же, поможет». Отметила новый вице-премьер по социальному блоку Гульмира Кудайбердиева. А назначенный первый вице-премьер-министром Аллы Карашев имеет не совсем безупречную репутацию. Он в последние полгода работы экс-президента занимал пост вице-премьера. Говорилось о его причастности к антинародным акциям в Акиевах. Также в 2007 году был губернатором Ожской области. Первым вице-премьер-министром стал в 2011 году и через год занял должность директора государственной кадровой службы. И в этот раз ответственность первого вице-премьера увеличилась. Теперь он дополнительно будет курировать вопросы развития регионов. Реальный сектор и охрана границ возложены на него. В решении вопроса делимитации, демаркации границ у нас правительство поднят уровень до первого вице-премьера-министра. Есть межправительственные комиссии и как с Таджикистаном, так и с Узбекистаном. На уровне этих комиссий будет работа проводиться. Все будет только в интересах нашего государства. Уверил первый вице-премьер. Стоит отметить, что эксперты сошлись во мнении, что повторное назначение Карашева после его работы на данном посту в 2011 неэффективно. Неоднозначную реакцию вызвало назначение председателем Государственного комитета по национальной безопасности Абдиля Сегизбаева, так как ранее Сегизбаев занимал должность заместителя председателя. До этого он занимал должность советника президента по вопросам информационной политики, а при первом президенте Аскаре Акаеве был его последним пресс-секретарем. Такой расклад развития карьеры вызывает вопрос у многих. Но назначение на такую ответственную должность, как главного человека, отвечающего за национальную безопасность, бывших силовиков не удивило. Должность политическая, и на эту должность могут назначаться и гражданские лица. И поэтому здесь ничего удивительного нет, это было ожидаемо, мне кажется. Но самое главное, чтобы от подобных назначений, от подобных, можно сказать, нововведений, чтобы была польза для государства, чтобы она стала сильнее, она стала стабильнее, чтобы безопасность и стабильность в стране соответствовала нормам международного стандарта. Вот это главное. И я думаю, что такой кредит доверия получено новым составом силовых структур, и который они должны оправдать, покажет время, тем более это сложное именно время, когда идет речь о развитии, тенденции роста международных террористических и экстремистских сил. Главное, все зависит от направлений, от возможности, от соблюдения законностей данной структуры и руководителя этой службы. Отметил бывший первый заместитель главы ГКМБ Артур Медедпеков. В целом профессионализму состава правительства эксперты Нардепы дают среднюю оценку. А слабым звеном нового кабинета министров народа избранник Сайдула Анышанов считает ветеринарную и фитосанитарную службу. В последние два года ничего не сделал. Мы, Джорг Кенеш, особенно комитет, сколько раз мы обращались, чтобы решить все вопросы, которые касаются им. Они ничего не решили, остались на своем месте. Я думаю, что это неправильный подход. Срочно надо менять там руководителей. Хотя премьер-министр сказал, что он сделает этого. Я не знаю, он сделает, не сделает, но остальные моменты все министры почти год-полтора работали. Я думаю, у них есть хороший опыт. Я думаю, что это лучший вариант, чем менять на новые. Каждый новый министр, пока придет год, он озвучит свои мнения. Я думаю, что мы в этом году этого не можем ждать. Во многом в правительство пришли люди, которые уже на протяжении последних 15 лет являются кадрами прежних властей, отмечает политолог Игорь Шестаков. При формировании нового кабинета министров остались на своих местах не менее 50% прежних чиновников. Также сохранился принцип шахматной рокировки, когда фигуры просто меняются местами. Наглядный пример – первый вице был назначен председателем государственной регистрационной службы. Перетасовывается одна и та же колода чиновников на ключевые должности, на должности министров, вице-премьеров. Это имело прямую связь с формированием коалиции, конечно, парламента. Дело в том, что прошлый созыв парламента продемонстрировал, что у них крайне сложно обстоять дела в их партиях с наличием профессиональных управленцев. И поэтому они туда делегировали тех в большей степени, кто устраивал партии, но вряд ли отвечал задачам нашего государства по решению ключевых социально-экономических проблем. Но с учетом того, что последние пять лет у нас никаких особых позитивных перемен, если не брать цифры над статком, они не происходили, то особого оптимизма я не испытываю, по крайней мере. В свою очередь, нардепы, которые практически единогласно поддержали новый состав правительства, возлагают надежду, что в этот раз члены правительства будут использовать весь имеющийся потенциал во благо развития страны. А накопленный опыт послушат только плюсом. Также парламенту не придется каждый год менять Кабмин, чем был известен прежний Сазов Джогур Кукинеша. Отметим, за пять лет было сменено четыре правительства. Но исходя из того, что из 16 старых министров сменились только пять, оптимизма не прибавляется, а резюме многих не отвечает требуемому профессионализму. Понятно одно – отбор по опыту и профессионализму пока не первый критерий. А пока наши управленцы набираются опыта и профессионализма управлять. Материал специальный для IWPR подготовила Айтенок Нординова. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Атаналы. Услышимся. Продолжение следует...